В селе Койково Дубосарского района сегодня ночью на женщину напал, как она утверждает, волк. В результате схватки животное откусило женщине часть пальца, прокусило грудь и ягодицу, сейчас пострадавшая в больнице. Сегодня ночью фельдшера села Койково разбудил телефонный звонок. Жительница села с криком рассказала жуткую историю, что на соседку только что напал волк или нечто очень на него похожее. Соседки вдвоем направились к ФАПу. Фельдшер побежала на работу. Это животное, не знаю, что там она говорит, большое и черное. Стоит на нее, отгрызла на левой руке указательный палец половина тела. На правой руке мизинец поврежденный, левая грудь и правая ягодица. Обширные, в общем, множественные раны. Фельдшер оказала сельчанке помощь и, конечно, вызвала скорую. Пострадавшую 54-летнюю женщину отвезли в Дубосарскую больницу. Врачи в больнице версию с волком пока не подтвердили. Говорят, это может быть и большая собака. Мы созвонились с главным лесничим Дубосарского района. Он рассказал, что определить точно, кто это был, волк или собака, трудно. По следам сейчас понять что-то почти невозможно. Земля сухая. Но в любом случае нападение на людей в селе – это экстренный случай. Посоветовал главе государственной администрации, чтобы она вышла на главу района. И он вышел там с отдельным предложением на правительство или даже на президента, чтобы разрешили там провести какие-то главные действия в порядке исключения. Дело в том, что по закону отстреливать животных, диких или бродячих, ближе 500 метров от населенного пункта запрещено. Жители Койково опасаются нового нападения и просят провести облаву, чтобы подобной ситуации не повторилось. Наталья Ткачук, ТСВ.